Транзакция – набор действий над базой данных, которые должны выполниться полностью или не выполниться совсем. И для управления транзакцией у нас есть несколько объектов. Причем, поймите одну очень важную вещь. Транзакция – это не C-sharp, это не Java, это не C++. Транзакция – это технология, которая применяется в базах данных. Это практически шаблон проектирования. Транзакция – это то, что работает с базами данных любых форматов, потому что это основа баз данных. Без транзакции очень многие действия были бы сложные или нужно было бы постоянно чистить эту базу данных. То есть база данных должна быть в целостном состоянии, и поэтому нам нужно, чтобы было что-то, чтобы поддерживало ее в этом целостном состоянии. И причем это что-то должно быть на уровне базы данных, а не на уровне, когда вы программно делаете какие-то кетчи, отладки и так далее. В транзакции существует несколько объектов, которые ей управляют. Это диспетчер транзакций и диспетчер ресурсов. Диспетчеры ресурсов создаются для тех команд, которые работают с данными. Именно диспетчеры ресурсов говорят диспетчеру транзакции, все ли прошло хорошо. Транзакция имеет несколько фаз. Первая активная фаза – это фаза, во время которой транзакция создается. Все эти диспетчеры тоже создаются, и они принимают участие в этой фазе транзакции. Интересная деталь состоит еще в том, что транзакция, так же как, допустим, в классе Graphics, переменная типа Graphics, она создавалась на базе какого-то визуального компонента или окна. То есть она сама не имела ссылки на графический девайс, а пользовалась чьей-то ссылочкой и в ней рисовала. Точно так же транзакция, она не имеет своего собственного конструктора, который бы создавал просто экземпляр класса. Транзакция, как у нас есть экземпляр класса команда, экземпляр класса connection. Транзакция создается, когда стартует, а стартует она в открытом соединении. То есть транзакция, она всегда привязана к какому-то соединению или какой-то базе данных. Во время старта транзакции она создается, и вот создаются вот эти все участвующие лица. Дальше идет подготовительная фаза. Эта фаза стартует, когда инициализатор транзакции посылает подтверждение для того, чтобы завершить транзакцию. Что это такое? Это когда вы выполняете набор команд и диспетчер ресурсов. Кстати говоря, в этот момент, когда вы выполняете набор команд, команды записываются в специальный журнал транзакций. Выполненная команда записывается в этот журнал, и мы переходим к следующей команде. Как только команда дала сбой, и этой командой управляет диспетчер ресурсов, он говорит прервать выполнение транзакции. То есть на этом этапе произошел у нас какой-то exception, то для транзакции наступает завершающая или фаза фиксации. И если у нас произошел сбой, то фаза фиксации – это, по сути дела, rollback, откат. А если мы дошли до коммита, то фаза фиксации – это подтверждение. Когда идет коммит, тогда все, что записано было в журнале транзакции, применяется к базе данных. А когда идет rollback, то журнал транзакции очищается. Получается, что до завершения транзакции данные в базу данных не поступают. Если мы просто выполняем SQL-команду, то если мы работаем через отсоединенные компоненты, мы получаем данные в буферной копии. Если мы их сохраняем, они попадают в базу данных. Если мы работаем через SQL-запросы, то данные сразу попадают в базу данных, если без транзакции. А если они внутри транзакции были изменены, то тогда данные попадают в базу данных после коммита, а rollback очищает. Еще у транзакции есть такие свойства, как атомарность, согласованность, изоляция и устойчивость. Для создания транзакции или для демонстрации процесса транзакции в проекте, который мы начали создавать, и в проекте, в котором у нас есть свой собственный DB-менеджер, и подключена вот такая база данных с продуктами, мы создадим табличку «Продажа». И в этой табличке «Продажа» будем фиксировать продажу товаров. Что нам это дает или как это связано с транзакцией? Транзакции вообще обязательно используются для разного рода каскадных изменений, удалений, добавлений по каскаду. Тоже можно там добавляем новую категорию и сразу же продукт. То есть, чтобы не два раза клацать по двум формочкам, а все в одной формочке сделать. Но большее разнообразие дает нам перевод денег, это транзакция в пределах одной, таблички, но с двумя действиями, и, допустим, продажи. Тоже классический случай транзакции. Когда вы осуществляете покупку товаров в магазине на кассе, задается чек. В этом чеке фиксируется номер чека «Дата» и «Кассир», и потом состав чека, где написаны продукты, которые входят в этот чек. Чтобы не раздувать эту транзакцию на несколько табличек, мы сделаем только одну табличку «Сейл» – «Продажа». Так, таблица «Сейл», «Продажа», «Продажа чего?» «Продукта», «Внешний ключик» «Интеджер», «Количество» у нас целочисленное, «Поштучно продаем товар» и «Дата». «Дату» будем использовать для параметрических запросов. «Data, time» есть. Почему «Quantity», а не «Count»? Потому что «Count» – это служебное слово. Внешние ключики. Подключаемся к табличке «Продукты». «Поле прода», табличка «Продукт», «Продукт». А там колоночка «ID» с большой буковки. «ID» вот так. Обновляем. Еще один нюанс. Таблица «Сейл» содержит «ID» – это номер чека, который, по сути дела, у нас является автоинкрементом. Как включить автоинкрементное поле? Вот здесь у нас нет автоинкремент нигде. Там «Сериал», наверное, какое-то поле. Нет. Вот, допустим, есть «UniqueIdentifier», так это специальный «Gui», который содержит много символов. Он действительно уникальный, но он и генерируется специальным методом. «GenerateGui». Но у нас есть свойства у этого столбика. И есть такое свойство, называется «Спецификация идентификатора». «Спецификация идентификатора». Вот это как раз есть автоинкремент. Я говорю «Да», «Идентификатор». Начальное значение 1, шаг превращения 1. Теперь наше поле стало «Identity», то есть оно стало автоинкрементным. А это значит, что нам не нужно теперь добавлять вручную туда «ID». В DB-менеджере мы с вами предусмотрим метод для продажи. Хотя DB-менеджер – это очень универсальный класс, но сделаем здесь как раз такую более приземленную функцию, которая относится лично к нашей задаче. «Public», «Void», «Sale». В «Sale» участвуют две таблички. Первая табличка – это продукты, вторая табличка – это продажи. Естественно, поскольку мы работаем с данными, то первое, что мы должны сделать – это try-catch. Далее нам нужно генерировать exception, чтобы передавать его на верхний уровень. Но до того, как мы будем генерировать exception, нужно будет еще кое-что сделать. Вообще, в принципе, невозможно красиво организовать транзакцию без вот этого try-catch, потому что именно в кетч нам нужно делать откат транзакции. Транзакция управляется с помощью специального класса SQL-транзакция. Напоминаю, мы не создаем экземпляр этого класса. Здесь он создается через connection. Но поскольку он нужен будет нам и тут, и тут, делаем его переменной на try. «Sale» осуществляет продажу заданного товара по заданному количеству. Тогда мы сделаем prod-id и int-count. Здесь могу себе позволить count, потому что это просто переменная. Далее создаем транзакшн. Как создаем транзакшн? Транзакция создается на открытом соединении. «con-open». Далее транзакция создается через соединение «con-begin-transaction». Вот она наша активная фаза. Когда мы создали транзакцию, в этот момент начинают стартовать все действующие лица. Дальше. В пределах транзакции нам нужно определить команду. То есть command прикрепляется к транзакции. И таким образом то, что я делаю в command, включается внутрь этой транзакции. Если я не пропишу этой строчки, то команда будет выполняться вне транзакции. То есть это не значит, что как только мы стартовали транзакции, все будет делаться внутри этой транзакции. Вот наша «isolation level» и изоляция транзакции от других действий говорит о том, что это целостная капсула. Что мы туда поместили, какие действия записали, такие будут делаться в этой транзакции. Что мы туда не записали, то не будет делаться в пределах этой транзакции. Выполним команды или сформируем команды для этой транзакции. Первая команда, которая нам будет нужна, это команда по обновлению данных в таблице продукты. Вот так. UpdateProduct. UpdateProductSetQuantity равно Quantity-Count, где ID равно ProgID. cmd.executeNonQuery. Выполняем. Следующая команда, cmd.commentext. Это команда, которая должна добавить данные в табличку insert into sale id product quantity date prod. А теперь давайте подумаем, нужно ли нам ID. Мы ID сделали автоинкрементом. Я просто тут переписала все поля, которые есть в табличке sale. Но поскольку у нас ID стало автоинкрементным, то ID заполнять нам не нужно. Но для того, чтобы у нас генерировалась ошибка, мы попробуем его заполнить. ID для sale должно как-то генерироваться. Продукт получаем вот отсюда. Count получаем отсюда. Date получаем из сегодняшней даты, из класса DataTime. Для того, чтобы сделать ошибку, мы в values ставим единичку. Далее добавляем ID продукта. Prod ID. Count. И запятая нам не нужна. Вот так. Values. 1 запятая. Prod ID запятая. Count запятая. DataTime. В кавычках. Зачем нам нужны кавычки для DataTime? Потому что если этих кавычек не будет, то тогда дата будет восприниматься непонятно как и будет вызывать ошибку. Мы пока просто записали, а сейчас его преобразуем в параметрический. Так. Insert into. Мы точно знаем, что будет ошибка. Но все-таки попробуем закоммитить и после этого закрыть соединение. Con. Close. Если вдруг произошла ошибка, тогда мы делаем транзакцию. Rollback. И тоже. Con. Close. Соединение. Закрываем. Если у нас нет транзакции, вот сейчас мы возьмем и закомментируем все, что относится к транзакции. Если нет транзакции, тогда вот это должно отработать хорошо. А тут мы понаделывали разных ошибок специально для того, чтобы посмотреть, как это работает. В обозревателе серверов можем посмотреть на таблицу продукты. Посмотреть, что у нас там есть. У нас там есть продукт 1, количество 12, продукт 2, количество 20. Давайте предусмотрим на нашей формочке кнопочку для продажи. Вот кнопочка для продажи. И для этой кнопочки добавим новую форму. И на этой форме будем осуществлять продажу. Что нам нужно для продажи? DataGridView. Ну, 2 штуки. В первом DataGridView у нас будет отображаться, какой продукт мы продаем. А во втором DataGridView будет отображаться, собственно, факт продажи. Сверху добавляем два текстбокса. Один у нас будет содержать товар, который мы хотим продать, а второй будет содержать информацию о том, сколько именно этого товара мы собираемся продавать. Давайте подпишем для удобства. Чем дружественнее вы делаете свой интерфейс, тем проще вам же потом с ним работать. Первое – это у нас продукт, а второе – количество этого продукта. кнопочка «Продать». «Сейл». «Розничная торговля». «По одному продукту продаем». Чтобы воспользоваться нашим DB-менеджером, мы можем посмотреть, как мы это делали раньше и создать переменную типа DB-менеджер. Мы не должны не делать никаких юзингов, потому что оно у нас в одном пространстве имен, поэтому все, что нам нужно, это создать переменную типа DB-менеджер. И в лоад формы воспользоваться методом «selectAll», который был предварительно написан. И этот метод «selectAll» у нас предоставляет две перегрузки. Первый – список списков, а второй – заполнить грид из какой-то таблички. По сути дела, мы таким образом имитируем привязанные компоненты. Из таблицы «product» заполним первый «dataGridView», а из таблицы «seo» кстати, большая-маленькая буква в SQL-е. Критично или не критично? В запросе? Да. Ну, оно, по-моему, все нижнего регистра берет. Не критично. Ну, в том плане, да, то, что оно, да. К одному регистру. Теперь в формулоуд у нас будут заполняться продукты «sale». Давайте теперь кнопочку «продажа» запрограммируем. DB.sale. Говорим «какой продукт». Продукт «convert2in32textbox2.txt». Запятая «convert2in32textbox2.txt». Для того, чтобы увидеть, как, собственно, осуществилась эта продажа, осуществилась ли вообще, мы делаем заполнение одного и второго грида обновленными данными. Напоминаю, что мы специально сделали ошибку. Кстати, здесь еще допишем exception. x, потому что мы здесь делаем through exception, то есть передаем на верхний уровень вот этот внутренний exception, который обрабатываем на стороне DB-менеджера, чтобы здесь он тоже возникнул. Мы можем здесь делать try-catch, например, тоже свой собственный и сказать, что данные не прошли. Show incorrect data. Некорректные данные, которые не записались в базу данных. Теперь смотрим. Первое. У нас выключена транзакция. Какая проблема при этом возникает? Вообще, зачем нам нужна была эта транзакция? Загрузилась. Делаем sale. У нас есть список продуктов. 12 и 20 штук в первом продукте, в втором. И продажи, которые пока пустые. Берем первый продукт, продаем две штучки. Sale. Incorrect data. Но, смотрите, ушли товарчики. Чтобы увидеть это сразу же, а не так, как я, после перегрузки, можно вот это обновление вне try-catch кинуть. Вот так. Чтобы в любом случае отображалось. И я могу несколько раз так делать, и будет ошибка. Почему? Продукты уменьшаются, а продажи не осуществляются. Дело в том, что они не связаны. То есть они не в пределах транзакции. Тут-то все классно. Проблем нету. Проблема возникает вот здесь. Поэтому здесь и происходит сбой. Но мы не случайно сделали автоинкрементное поле ID, чтобы не заморачиваться тем, какой будет ID, и чтобы этой ошибки избежать. Теперь, а, кстати, надо было сначала не так. Давайте сначала откроем транзакцию и посмотрим, что теперь этой ошибки не будет. То есть ошибка-то будет, но проблемы с базой данных не будет. Делаем sale. Попытаемся еще два продать. Тут еще давайте один. Incorrect data и ничего не происходит. Я могу закрыть. Еще раз открыть. И действительно осталось 10. То есть ничего больше не продается. Потому что теперь они в пределах одной транзакции. И срабатывает rollback. Поскольку ID у нас автоинкрементное, мы можем его, и даже не просто можем, мы обязаны его не заполнять. Поэтому у нас заполнение идет сразу с продукта. Вот так вот. Продайди. Теперь мы можем продавать, и эти продажи будут происходить совершенно корректно. Сейл. Первый продукт. Продадим две штучки. А что пошло не так сейчас? Сейл. Квантити дейт. Давайте посмотрим. Open, close. Вроде бы все правильно. Первый продукт. Две штучки продаем. Эксепшн. Продукт. Ага. Это я уже тут немножко с названиями. Сейл. Прод. Вот. Не продукт, а прод. Это мелкая ошибка. Сейл. Один. Две штучки. Продаем. Продалось. Видите? У нас изменения зафиксировались в двух табличках одновременно. Две штучки продалось первого продукта, и на две штучки стало меньше. Чтобы вы понимали, их стало 12 снова, когда я зашла опять в обозреватель баз данных. поэтому их 12. Давайте еще раз продадим, вы увидите, что они действительно меняются. Второго продукта можем 10 штучек продать. 10 штучек продать. Вот. И у нас фиксируются продажи. Дата. Теперь давайте еще разберемся с датой. Для того, чтобы дата удобнее передавалась, не с кавычками, а причем она передавалась в том формате, в котором принимает ее именно сервер баз данных, потому что тут могут быть разночтения разного рода, то давайте command text вот этот сформируем с помощью параметров. Напоминаю, что такое параметры. В MS SQL сервере параметры вот так обозначаются, и потом создаются отдельно через класс параметры. Prod, Count и даты. В чем удобство еще параметров? В том, что параметры позволяют мне видеть сразу всю строку запроса, а не вспоминать, как его именно с плюсиками формировать. Теперь cmd. Parameters add with value. Создадим экземпляр параметра и добавим его в коллекцию параметров сразу же. Имя параметра вот оно, prod. Значение параметра вот оно, prod.id. Преимущество еще одно заключается в том, что теперь мне не надо преобразовывать то стринг, не нужны запятые, но за счет этого я плачу дополнительными строчечками кода. Следующий параметр у нас count. Вот он. Тоже не требует преобразований. И еще одно не так. Еще один параметр. Его зовут date. и здесь вместо count мы будем делать data time now. Теперь преобразование to string, которые могут не в том формате, в котором нам нужно передать данные, нам уже не страшны, потому что мы передаем в формате data time в сервер баз данных и он уже разбирается с нашим форматом. То есть он подбирает совместимые форматы. Чуть длиннее, зато элегантнее и понятнее в некоторых вопросах. Но во всяком случае строка выглядит уже как целостная строка, а дальше мы добавляем данные. Принципиально ничего больше не поменялось. Можем еще что-нибудь продать. Один, два, sale. Вот, продалось. Все прекрасно. И последнее, что у нас на сегодня, это еще один метод SQL Commod, который позволяет нам работать с первичными ключами. Для sale мы сделали идентификатор, но не всегда это удобно. Но sale в принципе в основном не будет удаляться, потому что sale это все-таки статистика продаж. И статистика продаж не может очищаться. То есть я не могу про проданное потом куда-то убрать, иначе это вторая бухгалтерия. А вот продукты, они чистятся. Новые продукты добавляются, удаляются, что-то архивируется. Ну и потом вообще сейчас на фазе тестирования в принципе может быть так, что вы там подобавляли 10 продуктов, они вам не понравились, вы удалили, а автоинкремент будет добавлять новый уже 11, несмотря на то, что у меня совершенно пустая табличка. Для того, чтобы такого избежать, мы можем с вами написать свой собственный метод его назовем public int get next id. Он будет работать с табличкой table name и будет работать с первичным ключом id name. Я же не знаю, какой имена id name будет в этой табличке. Снова try catch причем все равно какой catch мы будем делать return минус один. Минус один в теории списков означает несуществующий идентификатор. Когда вы работали с набором строчек, с листом в комбо-боксе или с боксе, то минус один означало ничего не выбрано или в принципе нету строчек, с которыми мы бы работали. Так у нас get next id. Если мы выбрали табличку, в которой нету того, что мы хотим, то есть она вернула пустые записи, то и get next id у нас тоже будет вызывать минус единичку. Итак, мы создаем переменную типа id, даем ей значение единичка, и это значение единичка будет возвращаться, если у нас нету данных, то есть в любом случае мы начинаем с единички. Как мы будем выбирать данные из таблички? Первое connection open, как всегда, сразу делаем такую обложечку connection close, да, и connection close делаем в случае, если вдруг что-то пошло не так, чтобы соединение не висело. Между ними нам нужно выполнить команду command text равно select max id name тоже важная особенность мы говорим про int, ну и почему про int, потому что первичные ключи, которые мы делаем автоинкрементный, они вряд ли будут float, ну и конечно же никак не могут быть стрингом, поэтому именно int from table name и нет никаких where. Поскольку возвращать нам будет только одно значение, только одной колонки, мы можем воспользоваться execute scalar. Вот так. Что делает execute scalar? Выполняет запрос и возвращает первый столбец первой строки результирующего набора, возвращаемого запросом. Дополнительные столбцы или строки не обрабатываются, а нам как бы и не надо. Но если он вернул пусто, то возвращается у нас db null nothing, id равно ничего. Но этот ничего, он во-первых, видите, он типа object, то есть нам нужно преобразование, convert object to in32. И в принципе, если делать более серьезно, то можно спросить, не вернул ли id нам что-нибудь неправильное, то есть не вернул ли id нам db null, а если вернул, то тогда сделать его объект, object res и даже конвертацию не будем делать, чтобы не было ошибок. А конвертировать будем, когда уже будем точно знать, что все хорошо. Если res если мы напишем если не равно null, db null это тип не null. И нам получается db null как тип данных value позволяет представить единственный экземпляр класса value. Тогда у нас получается вот так. Получаем res в типе object. Если он не db null значит что-то нашло. Иначе единичка. Естественно единичка почему? Потому что а что на конклус? Ну правильно. Тут return понятно. а конклус не получится. Значит все-таки return придется делать вот тут. close и сейчас подождите. Вот так. Ретун придется делать после close а здесь если равно db null тогда просто res будет у нас равно единичке. Присываем единички. Можем себе позволить. давайте проверим. rs у нас получился db null. Нет категория. Категория. Вот. Проходим. Да ничего нету поэтому null. Значит мы можем делать единичку. Вот такая проверка уже пошла хорошо. Для чего вообще это нужно было? Если табличка пустая то select max вернул ничего null. Select в принципе редко когда возвращает exception разве что если неправильно указаны имена колонок. А так если ничего не нашло то он возвращает просто пустоту. То есть null. Но этот null не обычный а именно db null. Поэтому нам нужно проверить на db null. Если ничего нету тогда начинаем с единички. ну а если что-то есть тогда кстати говоря вот тут надо плюс один сделать. Это же next это у нас максимум а теперь плюс один. Давайте теперь воспользуемся вот этой штучкой и как раз на этой табличке категории раз уже мы сюда перешли с помощью этих кнопочек добавим новую категорию. У нас там ничего нету поэтому категория шифр name data создания insert есть шифр name data создания в клике берем id новой категории причем id у нас будет или один или какой-то там плюс один и дальше формируем список полей string fields и список значений для чего? Для того, чтобы с помощью DB-менеджера метода insert вот такого метода insert выполнить SQL-запрос. db точка insert куда? в категорию что fields значение у них values вот так fields первое поле у нас шифр второе поле не буду теперь полагаться на себя я посмотрю name третье поле у нас date create значение первое id to string там строки потому что формируется строка name берем из текст бокса второго текст не забываем что если name то нам нужны кавычки и последняя дата тоже нуждается в кавычках и тоже возьмем ее из текст бокса третьего хотя для даты в принципе можно взять и не текст бокс а что-то там типа календаря добавляем обновляем смотрим компонент календарь да конечно категория все равно что потому что она у нас генерируется категория номер один дата создания сегодня 0 2 0 3 0 2 категория номер 2 1 только 1 не было а сейчас будет 3 4 категория 2 0 2 0 3 20, 21. Смотрим почему. GetNextId. Потому что REST вот тут равен 0, а там мы делаем плюс 1. Значит здесь 0. Единичка написали. 0, а здесь плюс 1.